Это случилось 6 марта 1965 года. Глубоко под землей сместились слои породы. Из образовавшейся щели хлынул метан. В это время на участке ремонтировали электрооборудование. От искры метан воспламенился, а взрыв струи воздуха понес по выработкам угарный газ, смешанный с дымом. А под землей люди. Начальник второго участка Игорь Лобода передал спасательным службам в шахте пожар, а сам спустился в забой. Угарный газ ядовитым облаком шел по штреку. Почти на ощупь Игорь дошел до дальнего забоя. На ощупь пересчитал 15 человек. Все. Как инженер он знал, что сам наглотался уже достаточно. Его подшатывало, перед глазами плыли круги. Довел до вентиляционного штрека всю группу из 15. Подбадривал, кричал на паникера, нес ослабшего. Вышли на свежий воздух, попадали на рельсы. И тут Лобода вспомнил, что в одной из выработок остались еще двое крепильщиков. К ним уже шли горноспасатели, но Игорь знал, что до шахтеров два километра пути. И вернулся в газовую ловушку. Мне было тогда всего-навсего 10 лет. Я ребенком еще была. А дочка его, Кира, была еще меньше. Она, по-моему, 1953 или 1952 года. Они переехали жить в нашей соседи. Между нами был забор и в заборе калиточка. И вот в эту калиточку мы ходили друг к другу. А Игорь Иванович работал на 20-й шахте. Игорь Иванович очень хорошо читал стихи. Он читал наизусть Лесенина, Лермонтова, Пушкина. Он пел замечательно. Пел, пел. Любимая песня у него была «Дождливым вечером», «Вечером», «Вечером», «Вечером» и так далее. Потому что он не так вышел, что он не состоялся как летчик. Потому что у него было повышенное давление. Поэтому из Качинского авиационного училища, где он учился вместе с будущим космонавтом Шаталовым, его комиссовали из-за здоровья. Но он вернулся в Караганду, где жили его родители. Приехали они, его родители, были эвакуированы вместе с заводом имени Пархоменко из города Луганска в 43-м году. И так они здесь и похоронены. Так они прожили всю жизнь, до последнего. А 6 марта я видела первый раз, как плакал мой папа. Он пришел с работы и, не сдерживая слез, чуть ли не рыдая, я говорю, пап, что случилось? Он говорит, Игорь Иванович погиб. Случилось на шахте. Загазованность была, видимо, повышенная на этом участке. И он свою смену, как мне папа рассказывал, свою смену уже отработал. И вышел на гора, как обычно. И тут поступило, значит, сообщение по телефону, что там, значит, вспышка метана. Пожар начинается. 22 человека там было. Он вывел их из шахты. И один из них был учащимся в ПТУ, о практике. И у него этот самоспасатель или респиратор что-то отказал, что-то прохуделся или что-то. И он снял свой и отдал этому мальчишке, 17-летнему. И последние слова его были, когда его вынесли на носилках. Передайте жене. Все. Я помню, когда его хоронили, ну, была на похоронах, все мы были всей семьей. Он, насколько гипертоник, и у него лицо было розовое. И он, он как живой лежал. Вот казалось, сейчас вот он вздохнет и встанет. Человек был исключительно умный, красивый, шутливый, вот веселый такой. Только в нем было вот это сам, остроумный. Ну вот, такое несчастье случилось. 14 августа 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР за проявленное мужество при ликвидации аварии и спасении шахтеров на шахте номер 22 комбината Караганда-Уголь орденом Ленина посмертно награжден Игорь Иванович Лобода. Карагандинцы чтят имя своего земляка. По ходатайству коллектива горного техникума, в котором учился герой, карагандинский горысполком принял решение переименовать дворцовый проезд в улицу Игоря Лободы. 15 августа на стене дома, где жил герой, была прибита новая табличка. Кто хоть однажды опускался в лаву, Вовек не позаботит тех минут, Есть неспроста шахтерский орден славы За их нелегкий благородный труд. За друга друг, плечом к плечу в забое, И в светлый час, и в страшный час беды К тебе приходят даже под землею, Приходят люди сердцем лободы. И если труден пласт, коварный, зыбкий, А на гора идет угля поток, Вдруг вспыхнут белозубые улыбки, И шутка, как живительный глоток, Идут года, свидетели свершений, У подвига бессмертные следы, И светит пусть шахтерским поколеньем, Как сердце данка, сердце лободы. Я слышу по дороге каждый вечер Стальных колес веселый перестук, Несут составы, родине навстречу, Тепло и радость человечих рук. Субтитры создавал DimaTorzok